всем привет из бухары давненько я тут не прогуливался по этому городу если кто вдруг не знает это город с многолетней тысячелетней историей с много тысячелетней истории вернее сердце востока средней азии центр шелкового пути но об этом более подробно у нас есть видео на канале сейчас появится вас где-то там называется история торговли история денег вот но в целом вся эта много тысячелетняя история до нашей эры навевает такие мысли о рынке что ребят мы с вами просто букашки на этом рынке просто блохи какие-то это все блошиный рынок все вот эти возня что сейчас люди там ловят но биткойна там по 19 500 или там по 17 900 а поскольку или там ниже уже не будет выше уже нет это такая все ересь вообще такая ерунда вы сами поймите если отдалиться и понять что в долгу это вообще другая ситуация это рынок подобный я не знаю рынку интернета в 90-е в начале нулевых в плане кривой принятия я думаю что долго будет абсолютно неважно и даже по 69 тысяч кто покупал биток это тоже будет хорошая цена в итоге что самое смешное а сейчас то уж тем более но к сожалению большинство людей на этом теряет продают покупают по 69 продают по 19 и особенно конечно же все эти маржинал очки и фьючерсы наши любимые фьючерс только если вот само слово фьючерс в плане инвестиции в будущее вот это как должно работать а не так что вы сливаете с плечом все деньги поэтому что пойдемте смотреть на графике наверное вот прикиньте тут 19 веке какие-то купцы наверное жили тусовались и торговали так ну и собственно вот что мы видим на графике на глобальном графике биткойна годовые свечи зеленые свечи мы видим что потенциал то тут огромный еще даже роста не было и кроме шуток ребята многие смеются на земную это надо понимать что глобально роста у нас с вами еще даже не было ну вот была какая такая фигня но в целом как надо смотреть в долгую и понимать что мы здесь за бешеными за крошесносными иксами а не за сиюминутной прибылью но насчет сиюминутной прибыли тоже стоит поговорить и также сиюминутных убытков и что мы тут видим на часовике bitcoin вроде бы как начинает двигаться огромный дивер двойная желтая . который раз да вы скажете но вот тут кстати не было и похоже что да сейчас у нас будет отскок обратно в зону вот этой ликвидности на четырехчасовике мы конечно же сломали с вами канал сломали канал вывалились из него но также у нас есть огромный дивер и зеленая . она и канал то вот этот я имел ввиду большой канал мы сломали но и маленький из него тоже медвежий флаг мы вот уже выпали считаю полик цели короче сейчас всех дико напугают все разувериться в том что это разворотная . я об этом кстати говорил я об этом говорил у нас в телеге вчера не мог сделать видео я валялся с температурой был пост сделан что ребята вывалились из канала поэтому остатки лонгов прикрыл но все еще придерживаюсь стратегии что это ложный пробой и да так и сейчас и думаю ребята и очень важно забирать конечно же частично прибыль потому что вам будет на что торговать после этого но собственно что я и делаю сейчас я уже снова переоткрылся в лонг по эфиру и победа беда у меня вообще нравится как удержал все это падение посмотрите он особо то на самом деле не падал вот у него была точка куда он падал на 0.45 он особо за битком то и не падал если мы взглянем на беда повнимательнее то мы видим тут очень очень разворотная w вырисовывается ребята опять же все на желтых точках мы не упали ниже вот этого вот лая на четырех часах и на часовике мы тоже удержали достаточно хорошо весь вот этот рост не провалились сюда и по многим альтам наблюдается такая же ситуация так что ребята альт сезон по ходу не отменяется просто действует нужно осторожно если вы заходите спекулятивно с плечом то нужно не забывать разгружаться фиксировать прибыль чего собственно я и делаю и вам тоже желаю несмотря на то что вот по эфиру ближайшие цели у меня закрытие вот этого падения буду там разгружать маржинальные позиции а ходлерские не трогать как обычно держать до нового супер цикла и ребята миллион долларов за биток это не какой-то там вымысел или сказка или 10 тысяч долларов за дэш это абсолютно нормальная тема надо это понимать там капитализация это нужно на самом деле мизерное чтобы двигать ценой не нужны никакие триллионы долларов нужно всего лишь там в сотни раз меньше мы с вами много раз это обсуждали вы сами все знаете но дно может быть достаточно изнурительное вот сравнение предыдущих донных значений посмотрите мы все еще можем проваляться в накоплении но она также может быть восходящая поэтому все кто будут ждать цен ниже по итогу будут наказаны мы с вами это знаем прекрасно из истории и кривая принятия биткоина все еще находится на своей ранней стадии развития сравнении с интернетом телевидением соц сетями телефонами телевидением машинами радио и так далее хотя чё короче на эти графики пялиться слушайте все надо отвлекаться надо отвлекаться не суетиться мыслить в долгу тем более посмотрите вокруг меня какая сказка как будто попал в эту короче волшебную лампу аладдина поэтому ребята все буду гулять всем профит роли удачи в торговле ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал и до следующих встреч пока субтитры сделал DimaTorzok